Я хотел бы попросить начать нашего давнего участника, коллегу и вам хорошо известного Руслана Юнусова. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Действительно, мы обсуждали то, что вы затронули в сегодняшней речи тему искусственного интеллекта. Была отдельная сессия на нашей конференции, она называлась «Искусственный интеллект. Революция или мода». Но прежде чем я перейду к результатам этой сессии, я бы подчеркнул такой уникальный факт, который в этом году произошел. Сразу две Нобелевские премии были выданы за достижения в искусственном интеллекте. Это премия по физике и по химии. Одновременно такого никогда не было. И подчеркнуть ли это, что происходит революция в области искусственного интеллекта? Наверное… Если позволите, я два слова тоже скажу. Первое. Конечно, искусственный интеллект – это важнейший инструмент развития. И один из наших приоритетов, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только и в других областях, на использовании больших данных – это развитие искусственного интеллекта. С учётом того, что у нас большой дефицит безработицы минимальный, 2,4%, это, считай, дефицит у нас, дефицит рабочих рук. И мы в будущем, конечно, видим решение этих проблем, проблем в сфере экономики на пути развития современных технологий, из которых использование искусственного интеллекта – одно из главнейших, важнейших направлений. Чего здесь больше – плюсов или минусов? А вот освоение ядерной энергии – где здесь больше – плюсов или минусов? Использование мирного атома, атомной энергетики, в медицине, в сельском хозяйстве, в транспорте – огромная, важнейшая роль играет. И роль будет возрастать только, я уверен, особенно с учётом проблем климатических изменений. Но в то же время есть и ядерное оружие, и это большие угрозы создаёт для человечества. То же самое, абсолютно то же самое и в искусственном интеллекте. Вопрос, как это регулируется и как люди это используют. Вот вопрос, как регулируется. Конечно, во многих странах это регулируется, во многих странах, в некоторых, как вы говорите, запрещается. Запрещать, мне кажется, невозможно. Но всё равно это найдёт себе дорогу. Особенно в условиях конкуренции. Конкуренция возрастает. Я сейчас не говорю про вооружённое противостояние, но в целом в экономике конкуренция нарастает. Поэтому в условиях конкурентной борьбы она неизбежна. Неизбежное развитие искусственного интеллекта. И здесь мы, конечно, можем быть в числе лидеров, имея в виду определённые преимущества, которые у нас есть. Что касается суверенитета. Важнейшая составляющая. Конечно, эти платформы, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение. Совершенно верно. И здесь мы должны понимать это и развивать свой суверенный искусственный интеллект. Конечно, нужно пользоваться всем, что есть. Но нужно развивать и свои направления. Но у нас Сбер, Яндекс активно над этим работают. И в целом работают весьма успешно. Вот мы, безусловно, будем это всё делать. Это вне всяких сомнений. Особенно там, где он уже сам себя воспроизводит. Это очень интересно и очень перспективно. Но здесь есть и свои угрозы, конечно. Мы должны видеть, понимать эти угрозы и соответствующим образом выстраивать свою работу. Но, как я уже сказал, это одно из важнейших направлений нашей совместной деятельности. Нашей, когда я говорю нашей, имею в виду и государство, и специалистов в эту область, и все общество. Потому что здесь, конечно, возникает очень много морально-нравственных вопросов. Обязательно на этом нужно обращать внимание. Будем и дальше анализировать, что происходит. И действительно, искусственный интеллект России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру. Абсолютно. И у нас есть такая возможность. Точно, совершенно очевидно. И уверен, что у нас всё получится. И это принесёт нам такую огромную... Будет хорошей поддержкой в нашем развитии. Огромную выгоду нам состоит. Спасибо. Владимир Владимирович, а суверенный искусственный интеллект, когда у нас будет, он нам сможет русскую идею для 21 века предложить? Он нам может только помочь решать те задачи, которые перед нами стоят. И очень важно, как мы их формулируем. Спасибо. И поскольку там он работает тоже с большими данными здесь, но у нас есть все возможности. И интеллектуальные возможности, и технологические, и большое количество свободной энергии есть. Здесь есть над чем нам вместе поработать. Я думаю, что над такими вопросами, как вы сейчас сказали, философскими, фундаментальными, надо всё привлекать. А наше уже дело с вами – верить этому или не верить, когда мы получаем результаты исследований, основанных на современных принципах и с использованием, в том числе, искусственного интеллекта. Спасибо. Извините, мой вопрос был такой. Он исходил из принципов, что по всей Евразии мы видели, что многие страны были способны преодолеть их противоречия, политические противоречия с помощью экономического взаимодействия. Например, договоренности, которые Китай продвигал между арабами и иранцами. Я думал о новом формате Большой Евразии, там, где Европа была бы частью этой Евразии. Есть ли какая-то возможность использовать БРИКС или другой институт для того, чтобы также подкрепить лучшие отношения между Россией и Европой, для того, чтобы мы могли преодолеть эту блоковую политику в Европе, которую мы никогда не могли преодолеть после Второй мировой войны? Вы знаете, после того, как холодная война закончилась, в принципе, был шанс преодолеть это блоковое мышление и саму блоковую политику. Я повторю, после того, как закончилась холодная война, был шанс преодолеть и блоковое мышление, и блоковую политику. Но я уже говорил в своём выступлении, тут просто уверен, что просто Соединённым Штатам это было не нужно. Видимо, они там подоспугались, что контроль за Европой будет ослаблен. И хотели сохранить его, и сохраняют, больше того, усилили контроль. Просто мне думается, что это просто приведёт, когда-то приведёт всё равно к ослаблению этой системы подчинённости вассальной. Но мы же видим, что надо. Я, знаете, сейчас не вкладываю в то, что я сейчас скажу. Ничего плохого я не хочу ни в чём никого обвинять, ни упрекать, там, Боже упаси. Но мы же видим, что многие европейские страны, практически все страны Европы, члены НАТО, они во вред своим интересам совершают действия, которые идут на пользу американской политики и американской экономики. В США, в некоторых Соединенных Штатах, энергоносители стоят в 3-4, а то и в 5 раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Ну, конечно, сознательно принимают решения по налоговой системе, снижают налог на прибыль, допустим. Создают условия для перевода предприятий, целых предприятий отраслей из Европы на территорию США. И некоторые переезжают. Сначала это коснулось тех, которые непосредственно связаны с первичным источником энергии. Это производство удобрений, стекольная промышленность, там ещё некоторые другие производства. Они просто свернули свою деятельность, стало нерентабельно, перебираются туда. Потом это на втором этапе передела. Сейчас вот затронуло. Так или иначе, это связано с металлургической промышленностью, а потом сейчас вот автомобильную промышленность затронуло. Можно сколько угодно сваливать, правительство сколько угодно могут сваливать на якобы неэффективную работу менеджмента той или иной компании. Но это результат их политики, прежде всего, правительственной политики. А потом же в этих условиях менеджмент должен был что-то делать, чтобы спасать свои предприятия, рабочие места. Но не всегда это возможно. И поэтому тот конфликт, который сейчас, к сожалению, участниками которого мы, к сожалению, являемся, он позволил штатам, а, добиться вот этого укрепления своей ведущей роли, мягко говоря, вот, по сути, такая полуколониальная зависимость страна оказалась. Честно говоря, даже я этого не ожидал. Ну, просто на итоге выбор. То же самое с Японией происходит. Удивительно. Мы чего плохого Японии сделали? Это ничего вообще. Нет ни одного шага, ни одного слова. Они взяли против нас санкции и ввели. С какого перепуга? Ну, теперь вопросы возникают. А что с этим делать? Ну, мы же ничего не делали. Здесь есть коллеги из Японии, наверное, вопросы будут какие-то. С Европой ещё хуже. Знаете, я уже говорил, но я не откажу себе в удовольствии вспомнить разговор с бывшим канцлером Фейерго Колем в 1993 году, когда мне посчастливилось присутствовать при его разговоре с бывшим мэром Петербурга. Я даже тогда ещё не забыл немецкий язык. Я в качестве переводчика даже между ними функционировал. Он вообще отпустил переводчика, сказал, давай, иди отдыхай. Я остался, и я переводил. Для меня, как для в недавнем прошлом сотрудника внешней разведки Советского Союза, было удивительно слышать то, что он говорил. Честно говоря, я вот говорил, слушал, переводил. Я был, мягко говоря, очень удивлён, потому что всё-таки в моей голове ещё штампы были холодной войны, сотрудник разведки СССР, КГБ СССР. Вдруг он начал говорить, Коль, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве независимого центра мировой цивилизации, будущее должно быть только вместе с Россией. Нужно объединять наши усилия. Я рот открыл. Ну и он продолжал в таком же духе, говорил о том, как будет, по его мнению, развиваться ситуация на американском континенте, куда и как будут выстраивать Соединённые Штаты свои усилия. Сейчас не буду воспроизводить, но ничего плохого он про Штаты не говорил. Нет, он просто как аналитик, как эксперт, даже не как Бундесканцер говорил, а как эксперт. Но на самом деле 85-90% того, что он говорил, то и происходит. Я сейчас именно это наблюдаю. Мы все это наблюдаем. И, конечно, мы должны попытаться выстроить систему безопасности на Евразийском континенте. Он огромный, этот континент. И, конечно, Европа может и, на мой взгляд, должна быть неотъемлемой частью этой системы. Вы сказали о том, что, вот, я даже пометил, КНР не имеет возможности и не хочет играть какую-то доминирующую роль. Вы сказали про Центральную Азию, я сейчас тоже скажу об этом. Мне кажется, здесь наверняка есть наши друзья из Китая. В философии китайцев нет такого. Они не стремятся к доминированию. В этом весь фокус, в этом привлекательность той теории или того предложения, которое сформулировал председатель КНР Си Цзиньпинь. Один пояс – один путь. Один пояс и один общий путь. Это не только китайский путь, это общий путь. Они как раз, во всяком случае, в двухсторонних отношениях, оно именно так и звучит, мы именно так и действуем в интересах друг друга. И что происходит в Центральной Азии? Все рассчитывали на какое-то столкновение или трение России и Китая в Центральной Азии. Да нет, там, понимаете, в чём дело? Это же страны с очень молодой государственностью, с экономикой, которая требует серьёзного развития. Там демографические процессы нарастают. Ну, скажем, в Узбекистане. Там каждый год плюс миллион человек. Плюс миллион. Представляете, 27 или 28 миллионов уже населения. И плюс миллион каждый год. Вот в Индии плюс 10, как мне говорил мой друг, господин премьер-министр Моди. Ну, в Индии-то полтора миллиарда человек живёт. Там в Узбекистане 37-38. Скоро 40 миллионов. И каждый год миллион. Это очень много. Там много проблем. Если Китайская Народная Республика приходит, помогает этим экономикам, а это значит, что как результат экономического сотрудничества стабилизируются и внутриполитические процессы, стабилизируется государственность, Россия в этом только заинтересована. Мы хотим, чтобы там была стабильная обстановка и стабильное развитие. Это и в наших интересах. Поэтому там соперничества никакого нет. Там сотрудничество есть. И это не мешает развитию наших традиционных связей с этим регионом мира. И страны Центральной Азии, которые там столетиями входили в состав Российской империи, Советского Союза, не только не помнят, они дорожат нашими особыми контактами, особыми связями. Это идёт только всем на пользу. Если мы вот таким образом, создавая систему безопасности на Евразийском континенте, вот, а сейчас опять, кстати говоря, я же вижу, я слышу, что там в некоторых европейских странах происходит, что говорят, опять начали говорить о создании единой системы безопасности от Лиссабона там до Владивостока, опять возвратились к тому, о чём Деголь, по-моему, в своё время говорил. Он, правда, говорил до Урала, но на самом деле речь должна идти до Владивостока. Если, опять эти идеи нам возникли, но если они, наши коллеги, вернутся к этому, да, и самое главное, что вы сказали, о чём я упомянул и что записано в документах ОБСЕ, чтобы безопасность одних не вступала в противоречие и не нарушалась безопасность других. Вот это очень важно. Значит, и если мы это всё сделаем, если повысим, как вы тоже упомянули, уровень доверия, вот сейчас самая главная проблема на нашем европейском континенте, да, главное, между Россией и европейскими сторонами, это дефицит доверия. Можно как угодно ругать Россию, и, наверное, мы тоже допускаем много ошибок, но когда нам, слушайте, говорят, что мы пошли на подписание минских соглашений по Украине только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и совсем не собирались мирным образом, способом решать этот конфликт. Ну, о каком же доверии может идти речь? Вы чего, ребята? Какое доверие? Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали нас и обманули. А какое доверие? Но нам нужно вернуться к этой системе взаимного доверия. Постепенно, ну, не знаю, сейчас можно дискутировать здесь до утра, но это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности в Российской. Можно это сделать или нет? Вот господин Коль, с воспоминаниями, о котором я начал, считал, что это не просто нужно, а абсолютно необходимо. Я разделяю такую точку зрения. Владимир Владимирович, а почему вы думаете, что господин Коль был более искренним, чем вот госпожа Меркель, который вы потом упомянули, про минский процесс, который говорит? Ну, всё-таки, вы знаете, мы сидели вот втроём и в Бонне, это ещё было в Бонне, правительство ФРГ находилось в Бонне, и просто беседовали. А госпожа Меркель, которую вы вспомнили, она всё-таки говорила в условиях определённого общественного давления и в условиях кризиса. Это всё-таки разная ситуация. Коль спокойно рассуждал. Он просто в свободном режиме излагал свою точку зрения. Не только в отсутствии прессы, а Меркель-то говорил на прессу, да, и для прессы. А он говорил не для прессы, он даже переводчика своего убрал, понимаете? Поэтому я исхожу из того, что он был абсолютно искренним человеком. Спасибо. Владимир Владимирович, большое событие вчера было. Весь мир следил за ТФ дыханием. Соединённые Штаты выбрали нового президента. У вас какие-то остались воспоминания, может, о ком-то из них более приятные, менее приятные? С кем было работать интереснее? Вы знаете, ведь вообще они все интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался бы на вершине власти, в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно каким-то ничтожным, или глупым, неинтересным человеком. Дело в том, что внутриполитическая культура в США такая, что внутриполитическая борьба становится всё острее и острее, используются всякие приёмы оппонентами и политическими противниками действующего главы государства для того, чтобы их как-то подопустить, и причём используются такие инструменты, которые часто являются нелицеприятными и далеки от показателя вот этой политической культуры. Ну вот, не знаю, вот помните, на Буша сколько было нападок всяких, и он такой, значит, неграмотный, неинтеллигентный, не знающий. В районе всё это? У нас очень много было противоречий. Я считаю, что с точки зрения отношения к России, политики на российском направлении, многие из них, практически все, ну, я же говорил, всё, что делалось в конечном итоге, в совокупности смотрелось как интервенция такая скрытая. Но в личностном плане, я вас уверяю, тот же Буш, который был до этого губернатором Техаса, сложный штат, огромный, значит, он был успешным губернатором. И когда я с ним общался, уверяю вас, он ничем не уступает любому истедящему в этом зале. И как бы его там не представляли в качестве какого-то человека с низким IQ и так далее. Так же, как и любым из своих политических противников. Ну, я вот знал, я же с ним общался много лично. Я ночевал у него дома раньше в Техасе. Я встречался неоднократно с его родителями, и у них дома, и они приезжали ко мне. И надо, вот я вам скажу, значит, разговаривал когда с его отцом, тоже бывшим президентом США. Он уже не был, конечно, в это время президентом. Он мне сказал искренне так, спокойно. Он говорит, огромную ошибку мы совершили, что начали блокировать Олимпийские игры в Москве. Потом Россия начала то же самое делать в отношении Олимпийских игр. У нас такая чушь. Это вот он мне сказал лично. Такая чушь, такая ошибка. Зачем мы это сегодня делаем? Ну и ничего. И всё это продолжается. Под давлением извне Международный Олимпийский комитет превратился, я не знаю, в каких-то, я не знаю, цирковых артистов просто. Они коммерционализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками. Но я к чему сейчас? Сейчас я не об этом, а о том, с какими людьми мне пришлось работать. Вот каждый из них – это личность. И человек, ну как бы, не случайно попавший на этот Олимп. А будущий президент с этой точки зрения как? Вы знаете, можно тоже как угодно к нему относиться. Ведь все изначально в первой его итерации президентской говорили, что он бизнесмен в основном. И он мало чего в этом понимает в политике. Он ошибок может наделать. Ну, во-первых, я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком всё, как бы... Человек проявляет себя в условиях, в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина. Что касается политики, вот в первой итерации, не знаю, он услышит, но я скажу, пожалуй, здесь, говорю искренне, абсолютно. У меня такое впечатление, что его затраили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать, влево, вправо лишнее слово сказать. Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Но для него это всё-таки последний срок. Ну, что он будет делать, это его вопросы. Но то, что говорилось публично до сих пор, в основном, я не хочу сейчас комментировать то, что было сказано в ходе избирательной борьбы, и я думаю, что сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей, но неважно. То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. А если он выполнит то, что всё время сейчас говорил, вот буквально в ближайшее время до инаугурации позвонит вам и скажет, Владимир, давай встречаться. Вы знаете, я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого этапа, они чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят, ну, не надо. Мы, как видите, живы, здоровы, и ничего, и развиваемся идём вперёд. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу ещё раз сказать, мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии. Ну, желающих вести дискуссии много, вот здесь целый зал, но если нет, мы будем с вами вести дискуссии. Ну, то есть с Трампом готовы повести? Готовы, готовы. Хорошо. Так, ну что же, пока нет Трампа, давайте поведём дискуссию с теми, кто здесь. Давайте начнём с профессора Фэн Шаулей. Фэн Шаулей, с Китая. Уважаемый господин президент, очень рад вас ещё раз видеть. Сначала хочу передать благодарность от моих китайских коллегов за очень прекрасные организации, показанные руки с друзьями при Казанском саммите. Ну, ещё хочу сказать, что большое спасибо за вашу личную продолжающую поддержку, работу нашего клуба, этого клуба. Ну, в том числе очень оживлённую дискурсию. Я вспомнил, что 8 лет тому назад, тоже на нашем форуме, я имею честь вам спрашивать, какое ваше размышление по взаимоотношению между Россией, США и Китаем. Вы мне очень точно отвечали, что это должно быть взаимоуважаемым и взаимополезным. Ну, теперь уже 8 лет прошло, мир очень сильно меняется. Одна сторона, вот, конкуренция, санкции, даже очень ужасные прибыли. Но другая сторона, что стратегическое партнёрство среди России и Китая. И вот сотрудничество, проект, развиваться очень успешно. Мой вопрос такой же. Как ваша оценка к текущему и будущему развитию стратегического партнёрства среди России и Китая? Во-вторых, что будет ли возможность реализоваться нормализация отношений между Россией, США и Китаем при новой обостановке? Спасибо вам большое. Что касается отношений между Россией и Китайской Народной Республикой, оно носит беспрецедентно высокий характер и основано на взаимном доверии, чего нам не хватает в отношениях с другими странами, прежде всего со странами Запада. И я уже сказал, почему. Я знаю, если бы здесь были представители тех в адрес кого, значит, камни, чей огород, камни с моей стороны, они сейчас бы целую страничку выложили претензии в отношении России в мой личный адрес. Ну, сейчас мы не будем дискутировать. Я хочу только сказать, что между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке в новейшей истории. И это, именно это, и наши личные, дружеские, именно дружеские отношения с председателем Китайской Народной Республики, с председателем Синьцзиньпинем, они являются очень хорошим залогом для развития межгосударственных связей. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но всё-таки 240 миллиардов торговый оборот – это не самый большой, но всё-таки четвёртое место среди торговых оборотов, среди ведущих торгово-экономических партнёров Китая. Это уже прилично, это уже прилично. Вот это очень важное обстоятельство, и мы реально хорошо дополняем друг друга. Начали с энергетики, в том числе с атомной энергетики. По мере роста возможностей технологических мы этими технологиями обмениваемся. Это очень важно, и это значение растёт. Поэтому мы расширяем номенклатуру своего сотрудничества, палитру наших возможностей, всё больше и больше внимания, уделяя высоким технологиям. Причём в самых разных сферах. Китай очень многого добился. Я уже говорил, не помню, в прошлый раз я здесь говорил или нет, но на других публичных мероприятиях говорил. И, по мнению наших экспертов, та модель экономики, которую Китай взял на вооружение, он выработал эту модель естественным образом, исходя от потребностей жизни. Она является гораздо более эффективной, чем во многих других ведущих экономиках мира. Ну, прямо скажем, такие элементы, сочетающие и плановую экономику, и рынок. Удаётся китайским специалистам это делать, а с политического уровня удаётся нашим друзьям, этим специалистам, не мешать это делать. Это очень важно. И получается эффект хороший. То есть, китайская экономика работает эффективнее, чем другие экономики. Даже несмотря на то, что происходит определённая коррекция с точки зрения темпов экономического роста. Соединённые Штаты, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания, то есть попытка сдержать и Китай, и Россию. Зачем им нужно работать на два фронта, тем более, совершенно непонятно. То есть, ну, понятно, считают, что рост экономического могущества Китая представляет для них угрозу, угрозу для их доминирования. Ну, на мой взгляд, если хотят действовать эффективно, то не этими методами надо было бы работать, не этими. Надо доказывать своё преимущество в честной, открытой и конкурентной борьбе. И тогда к жизни вызывались бы внутренние силы развития в самих Соединённых Штатах. Они что делают? Запрещают одно, второе, третье. И в конечном итоге только наносят ущерб своему собственному развитию. Ну, вот запрет китайских товаров или применение китайских технологий на американском рынке приведёт к чему? К инфляции, к удорожанию производства. Вот к чему приведёт. Вот и всё. У нас же общая граница. Этому никто не может помешать. Никакие шторма, никакие перекрытия морских путей сообщения. Ничего этому нашему сотрудничеству ничего помешать не может. Потому что у нас общая граница. Как идёт поставка, так и будет идти. Полная гарантия. Вот мне думается, что если бы те же Соединённые Штаты поменяли вектор в отношении и России, и Китая, то есть не проводили бы политику двойного сдерживания, а проводили бы политику трёхстороннего сотрудничества, от этого выявили бы все. И проигравших бы не было. Мой вопрос посвящён стабильности между глобального паритета. В 2026 году истекает срок действия СНВ-3, и пока что не ведутся никаких переговоров, нет пока шансов на продление. Так что когда истечёт срок действия этого договора, каким образом вам представляется возможность поддержания стабильности ядерных потенциалов? Спасибо. Вы знаете, ведь мы же никогда не отказывались от предложения диалога в области стратегической стабильности. Но, не открою секрета, все хорошо знают, и не только в этом зале, во всём мире знают хорошо, что на Соединённые Штаты их, извините за это слово, сателлиты, по-другому в современных условиях сказать, невозможно. В отношении руководителей этих стран, которые в ущерб себе идут по предложенному им из-за океана пути, в отношении России. Ну так вот, Соединённые Штаты ставят перед собой цель нанести России поражение, стратегическое поражение. Что такое стратегическое поражение? Что такое добиться стратегического поражения конкретной страны? Ну, если не уничтожить эту страну, то, не знаю, свести эту страну до ничтоженной роли. А зачем нам тогда ядерное оружие? И в это же время хотят с нами вести диалог по стратегической стабильности. Ну, как это? Вроде нормальные взрослые люди. Мы готовы вести этот диалог. Но в современных условиях здесь существует много моментов. Вот ваш коллега из Китая сейчас спрашивал по поводу взаимоотношений в треугольнике России, Китая, Соединённые Штаты. Я сознательно, честно говоря, так не хотел усугублять эту тему. Вывел за рамки своего ответа вопросы международной безопасности. Сотрудничество России и Китая – один из важнейших факторов международной стабильности в целом. Но это имеет отношение и к стратегической стабильности в области ядерных вооружений. Всё время, во всяком случае, в прежние годы нам всё время так на ухо шептали – давайте поработайте с вашими друзьями в Китае. Надо, чтобы они включились в разговор по поводу сокращения своих ядерных арсеналов. На что наши китайские друзья говорят, ну, ребят, вот чего, у нас меньше и носителей, и меньше и боеголовок, чего мы будем сокращать? Или вы сами снижаете до нашего уровня, или дайте, мы дорастём до вашего, а потом, думаем, вместе будем разговаривать по поводу каких-то снижений. Ну, логично ведь, правильно? Всё остальное – чушь какая-то. А в то же время существуют ядерные арсеналы у других стран НАТО, кроме США, у Великобритании и у Франции. И они растут. Они не только растут, они качественно меняются. Совсем ещё недавно, совсем недавно, мне говорили, ну, что НАТО – это не военно-политический союз. Это, прежде всего, политический союз. А потом уже военный. Нет, мы видим, что совсем не так. На самом деле, Соединённые Штаты целенаправленно или не целенаправленно, я думаю, что целенаправленно вернули во главу угла, прежде всего, военную составляющую НАТО, которую все вместе объявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение. А как же мы не можем учитывать ядерные арсеналы Великобритании и Франции? Поэтому на сегодняшний день это вопрос непростой, он даже сложнее, чем был ещё 20 или 30 лет назад. Но мы понимаем свою ответственность, как страна, которая по своим возможностям, по количеству носителей и боеголовок и качеству современных вооружений, а оно совершенствуется у нас. Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я ещё лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно. Мы это всё понимаем. И в целом мы готовы к этому диалогу. Но надо, чтобы другая сторона подходила к этому честно, учитывая все аспекты наших взаимоотношений. Но не может быть так, что здесь они нам собираются нанести стратегическое поражение, а своим гражданам говорят, ребята, всё спокойно, всё нормально. Business as usual. Не бойтесь, ни о чём не думайте. Ну, так не бывает. Нам стратегическое поражение, а вы ни о чём не думаете. Ну, как же. Поэтому давайте мы с открытыми картами, спокойно, по-деловому, без всяких двойных, троих пятерных стандартов, просто будем говорить об этом. Ну, кстати говоря, неоднократно это и предлагали. Ну, когда мы начинаем говорить об этом предметно, там сразу пауза. Посмотрим, как будет формулировать своё предложение, если они вообще будут на этот счёт новая будущая администрация. Владимир Владимирович, Вы упомянули тогдашнюю демонстрацию новейших разработок. А новые новейшие разработки какие-нибудь есть? Есть, постоянно что-то возникает. Вчера только разговаривал с одним из руководителей одного из крупнейших наших концернов. Он докладывал о своих идеях в этой сфере. Ну, просто об этом пока преждевременно говорим. Спасибо. Александр Акович, там вот, Сербия. Дорогой господин президент, меня зовут Александр Акович, я историк из Сербии. Для меня честь видеть вас, слушать вас, говорить с вами снова. Мой вопрос сегодня для вас звучит следующим образом. По вашему мнению, каково состояние и отдельные механизмы, которые россияне, сербы и другие народы по всему миру должны использовать для защиты наших традиционных ценностей и защиты нас самих, наших идентичностей от все проникающего, навязанного воздействия западной идеологии, которую мы видели в этом году на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Спасибо. Что касается того, что мы видели на открытии, я, честно говоря, даже не смотрел вначале, потом уж мне сказали, что там что-то происходило, я посмотрел. Я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих, христиан. Зачем нужно оскорблять кого бы то ни было, оскорблять их религиозные чувства. Те, кто это делал, скажут, что мы не собирались оскорблять и не видим здесь ничего оскорбительного. Но так же происходит и в отношении представителей ислама, когда сжигают Коран или иллюстрации всякие там, комиксы с пророком публикуют под эгидой свободы слова. Я уже сейчас повторю всё-таки то, о чём уже неоднократно говорил. свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Потому что ведь, если можно кого-то оскорблять, религиозные чувства, и говорить, что это моя свобода, я хочу, делаю то, что хочу. Но так можно и до убийства дойти. Хочу убить. Я хочу убить. Пошёл, убил. Это выражение моей свободы. Так что ли? Чушь, конечно. Люди не чувствуют, как бы, не чувствуют границ каких-то. Краёв не видят, как у нас в народе иногда говорят. Ну, есть у тебя какое-то видение чего-то. Ну, хорошо, и будь при своём видении этого чего-то. Но если ты знаешь, что это может оскорбить другого человека, воздержись от того, чтобы делать это. Вот и всё. Правило простое. Они считают возможным действовать таким образом. Это, кстати, так же, как и возможность мужчинам выступать в женских видах спорта. Это убивает просто женский спорт. Я, слышишь, извините, я затронул эту тему. На мой взгляд, некоторые виды спорта женскими не являются. Прошу прощения женщинам, надо сказать, что я не прав. Ну, ладно, это уже другая тема. Но если уж женщины участвуют в этих видах, там, штанга, бокс, я не знаю, борьба. Ну, пускай женщины между собой соревнуются. Ну, это же просто человек, потому что он объявил себя женщиной, пошёл у всех выиграл, нос сломал там женщине. Ну, это убивают женский спорт. Женщинам невозможно будет выступать скоро нигде. Ну, чушь какая-то. Ну, пускай эти люди между собой борются, объявили себя женщины. Ну, те, кто объявили, пускай выступают и борются между собой на Олимпийских играх. Или также там те, кто справки берут, что с детства чем-то больные и употребляют какие-то препараты, да, которые дают явные преимущества в ходе соревновательного процесса. Ну, давайте между ними будем устраивать соревнования. Ну, это же так естественно, просто, на мой взгляд. Чего здесь такого-то? Никого не обижает, кстати говоря. А как защищать свои ценности? Всеми доступными нам средствами. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Ван Вэйнь. Благодарю вас. Меня зовут Ван Вэйнь. Я представляю Китай. Мне очень приятно вновь видеть вас, господин президент. Мой вопрос посвящен российско-китайским взаимоотношениям в следующие четыре года. Хотел бы также спросить о изменениях будущей международной системы. Потому что мы знаем, что Трамп вернулся. И если президент Трамп позвонит вам однажды и скажет, ну, например, давайте объединием усилия для того, чтобы победить Китай, каков будет ваш ответ на такой вопрос? И вы примете предложение президента Трампа, ну, например, объединение России и США для противостояния Китаю? Это первый вопрос. А второй вопрос посвящен будущему международных отношений. Вы неоднократно говорили о том, что международная система сейчас претерпевает глубинные изменения. С вашей точки зрения, каким образом будет выглядеть будущее международных отношений? Какой будет эта система? И с вашей точки зрения, какова роль России, Китая, США? Как должна выглядеть роль этих стран в такой будущей системе? И каким образом вы предполагаете координировать взаимоотношения в этом треугольнике? Россия, Китай, США? Спасибо. Позволю, попробую ответить как можно кратко. Первое. Мы с Китаем сотрудничаем и дружим не против кого бы то ни было. Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против Соединенных Штатов. Наши отношения с Китаем направлены на то, чтобы создавать условия для развития наших государств и создания необходимых условий для безопасности народов. То же самое касается наших отношений с Соединенными Штатами. Я с трудом могу себе представить такой вопрос со стороны господина президента избранного. Я думаю, что он понимает, что это вопрос очень далёк от реалий, в которых мы живём, Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было. Тем более это выглядит абсолютно нереалистичным в отношении Китая, с которым у нас достигнуто, как я уже говорил, беспрецедентно высокий уровень взаимного доверия, сотрудничества и дружбы. Я полагаю, что такие государства, как Китай и Россия, имеющие сотни, тысячи общих границ, общую историю сосуществования практически в одном пространстве, несмотря на разницу культур, имеющих общие ценности, это само по себе огромное достижение, которым мы должны пользоваться сегодня и оставить эти достижения, укреплять их для будущих поколений. Что касается возможности восстановления отношений с Соединёнными Штатами, мы для этого открыты, но в значительной степени мяч на стороне Соединённых Штатов, потому что мы с ними отношения не портили, мы против них никаких ограничений и санкций не выводили, мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы ты ни вла вооружённый конфликт, мы к этому никогда не стремились и на практике никогда хочу это подчеркнуть, себе этого не позволяли, непонятно, почему это позволяют себе Соединённые Штаты, надеюсь, что и у них придётся в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов. Избранный президент Соединённых Штатов господин Трамп примерно в таком же ключе высказывался, посмотрим, как будет это функционировать на самом деле, имея в виду, что такой институт президента в Соединённых Штатах так или иначе связан с определёнными обязательствами, он так или иначе связан с теми людьми, которые способствовали его приходу во власть. Мне когда-то Жак Ширак говорил, что о какой демократии мы там в Штатах говорим, какая демократия, там без миллиарда, если у тебя миллиардов долларов в кармане нет, даже думать не нужно о возможном участии в выборах, не то, что участвовать, думать нельзя, но так оно и есть. Но те, кто даёт эти миллиарды, они же участвуют одновременно и в формировании будущей команды, а если они кого-то делегируют, они имеют возможность влиять на тех людей, которых они делегировали в эту команду. И здесь очень важно, насколько избранному лидеру удаётся наладить контакт не только с этими группами влияния, с так называемым теневым глубинным государством, но и с населением, с народом, со избирателями. Если он выполняет данные избирательным обещания, ибо авторитет растёт, и он, опираясь на этот авторитет, становится самостоятельной политической фигурой, в том числе и в отношениях с группами влияния, которые помогали ему прийти к власти. Это очень сложный процесс. Что будет происходить в Соединенных Штатах, мы с вами не знаем, я не знаю, но я очень рассчитываю на то, что наши отношения с Соединенными Штатами когда-нибудь всё-таки будут восстановлены, мы к этому открыты. Пожалуйста. Спасибо. Так, вот отсюда, давайте, вы упоминали Японию, вот, господина Биру. Спасибо. Тайский Биру, фонд Мир Сасагава. Разрешите мне задавать вот такой же вопрос, но тоже связанный с Японией. Стратегическая обстановка в Восточной Азии становится всё более напряжённой. В основе этого лежит стратегическое соперничество между США и Китаем. Россия в этом соперничестве явно на стороне Китая. Частота совместной войны учений между Россией и Китаем заметно возросла. в этом регионе. С другой стороны, Азия это регион с множеством ценностей и стратегический интерес России в этом регионе не должна ограничиваться отношения с Китаем. как Россия пытается совместить два вызова с одной стороны позиции Россия в Американно-Китайском противостоянии в Восточной Азии и сохранение пространства для стратегического многостранного интереса России в этом регионе. И еще как бы вы оценили будущее российско-японское отношение в этом стратегическом контексте ну скажем через пять лет. Спасибо. Действительно ситуация в Восточной Азии она не становится спокойнее не становится стабильнее но Китай здесь ни при чем я конечно Китай наш ближайший партнер друг но я постараюсь объективно рассуждать объективно но Китай разве создает какие-то там какие-то блоки я не хочу выступать адвокатом Китая но просто я понимаю там много внутренних проблем между соседями всегда есть проблемы мы знаем здесь я же не открою секрет есть определенные сложности на границе между Индией и Китаем но люди опытные грамотные думающие о будущем своих народов ищут компромиссы и находят так как это делают сейчас и премьер-министр Индии и председатель Китайской Народной Республики они в том числе вели в Казани на саммите БРИКС и надеюсь это позитивно отразится на будущем развитии Китая и индийских отношениях что касается ситуации в Восточной Азии в целом ну Китай что ли там блоки создает это Соединенные Штаты создают блок один блок второй третий теперь НАТО формально туда уже влезает ничего хорошего не происходит когда создаются замкнутые военно-политические блоки под явным под явным дирижированием какой-то одной главной страны все остальные страны как правильно как правило следует в работают в режиме интересов этого государства который который создает эти блоки и пусть те кто с такой легкой совсем соглашаются подумают об этом и если возникают какие-то вопросы они всегда возникают между соседями ну всегда и стремиться нужно к тому чтобы на региональном уровне без вмешательства внешних сил руководители странных находили в себе и силы и мужество и терпение и готовность к тому чтобы искать компромисс если вот такое такое отношение к делу будет набирать обороты то эти компромиссы всегда можно найти они будут найдены поэтому обвинять китай в каких-то агрессивных намерениях когда не он создает агрессивные блоки те же штаты ну мне кажется совершенно некорректно теперь что касается того что россия на стороне китая а не на стороне тех кто эти блоки создает а как же конечно мы на стороне китая во первых в силу того что я сказал выше мы не считаем что китай проводит в регионе агрессивную политику многое крутится вокруг тайваня все формально признают да тайвань это часть китая а на деле а на деле действует совершенно в другую сторону провоцируя ситуацию на сторону обострения зачем они для того же для чего спровоцировали украинский кризис чтобы создать кризис в Азии а потом сказать всем остальным ребята давайте ко мне сюда поближе потому что без меня вы не справитесь может быть такая логика там и в Азии тоже работает поэтому мы действительно поддержим китай и в силу того что мы считаем что он проводит абсолютно взвешенную политику да еще потому что это наш союзник у нас очень большой торговый оборот мы сотрудничаем в сфере безопасности вы сказали что мы проводим учения ну да а разве Соединенные Штаты не проводят учения там с той же Японии на постоянной основе на постоянной основе и с другими странами проводят учения тоже на постоянной основе вот я говорил как-то мы в конце 90-х годов перестали использовать нашу стратегическую авиацию она не совершала дальних полетов в нейтральных нейтральные зоны а США продолжили это делать мы смотрели 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 и тоже возобновили в конце концов на полет нашей стратегической авиации вот так же и в этом случае вот США проводили проводили там бесконечные учения в конце концов мы с Китаем тоже начали проводить учения но эти учения никому не угрожают они направлены на то чтобы обеспечить нашу безопасность и мы считаем что это является правильным инструментом стабилизируем ситуации не только в Азии но и во всем мире странам регионам регионам здесь нечего опасаться хочу еще раз подчеркнуть наше сотрудничество с Китаем в целом и военные военно-технические области направлены на укрепление нашей безопасности и не направлены против третьих стран что касается Японии наших двусторонних отношений с Японией тоже могу повторить то что говорил с вашими коллегами мы же не ухудшали отношения с Японией мы чего плохого Японии сделали последнего мы вели переговоры пытались найти ответ на очень сложный вопрос по мирному договору кстати говоря звучали вопрос о возможных компромиссах на основе декларации 1956 года мы ее даже ратифицировали в Советском Союзе японская сторона потом отказалась от этого тем не менее по просьбе японской стороны мы вернулись к этой декларации возобновили делу да все непросто но в целом мы слышали партнеров думали о том как что как и что выстроить на базе этой декларации 56 потом вдруг Япония взяла и ввела против нас санкции да еще записала в список угроз где-то на какое-то третье-четвертое место поставила Россию какая угроза в чем мы Японию угоражаем да еще санкции ввели мы чего вам плохого-то сделали вы зачем это сделали потому что получили команду из Вашингтона ну как-нибудь сказали вам здрасте ребята ну мы подумаем ну не обижая там на своего партнера союзника нужно обязательно было сразу беспрекословно исполнить приказ зачем вы это сделали не понимаю ну значит ну слава Богу там есть в Японии еще умные люди да они продолжают сотрудничать особенно в области энергетики не уходят из наших компаний и так далее и видят что все надежно несмотря на то что Япония ввела какие-то санкции мы ничего в ответ-то не делаем как компании японские работают у нас так и работают хотят работать пусть продолжают мы сейчас видим некоторые сигналы даже от американских компаний приходят что они хотят вернуться на наш рынок пусть возвращаются ну конечно в новых условиях с потерями естественно но это не мы виноваты мы готовы выстраивать отношения с Японией на следующие 5 лет и на следующие 50 Япония наш естественный партнер потому что сосед были разные периоды в истории наших отношений были трагические страницы были такие которыми можем гордиться мы у нас любят Японию японскую культуру любят японскую кухню любят мы ничего не разрушали сделать выводы для себя и мы не будем здесь дурака валять дурачиться там отталкиваться вам что-то в вину ставить мы готовы пожалуйста возвращайтесь просто и все вот и все добавить нечем Владимир Владимирович а наше стратегическое сотрудничество с Корейской Народно-демократической республикой тоже направлено на укрепление нашей безопасности как с Китаем у Корейской Народно-демократической республики есть договор который мы подписали с другими странами и был с Советским Союзом потом просто естественным образом приколдившего существования мы по сути вернулись к нему вот и все там новизны никакой нет вот кто бы чего не говорил все что было практически все что было прописано в договоре между Корейской Народно-демократической республикой и Советским Союзом все просто с новыми какими-то нюансами воспроизведено в новом договоре да конечно направлено это на обеспечение безопасности в регионе ну и нашей взаимной безопасности учения будем проводить с ними посмотрим можем учения проводить почему нет там есть статья 4 которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства там все есть и повторяю еще раз нет практически никакой новизны по сравнению с договором который просто закончил срок своего действия еще со времен Советского Союза спасибо спасибо за очень интересное выступление ответы на вопросы вот вы уже сказали что иногда тяжело говорить о средствах в том числе о военных средствах вот у меня как раз об этом вопрос у меня как раз об этом вопрос Россия традиционно критикует использование военной силы для разрешения сложных международных ситуаций но в 22 году Россия сама прибегла к силе вы очень убедительно объясняете почему это было необходимо и почему Россия вправе в данном случае использовать военную силу но если но нельзя за другими не признавать того права к которому апеллируешь сам и конкретно если спросить о Ближнем Востоке за кем в этом регионе Россия признает право на применение военной силы а чьи военные акции считает незаконными в современных условиях того кризиса который развивается и еще уточняющий вопрос в этой связи почти такой технический в каких границах Россия признает Израиль потому что когда речь заходит об агрессии самообороне апелляции к этому базовому праву то вопрос границ конечно возникает спасибо это не сложный вопрос ситуация сложная вопрос не сложный и я попробую сформулировать его сразу в двух частях Россия считает необходимым исполнить все решения совета безопасности и генеральной ассамблеи организации объединенных наций по Израилю и Палестине это неконъюнктурная политика она эта позиция является традиционной еще со времен советского союза и Россия продолжила эту линию так что если будут исполнены все решения совбеза и генассамблей по поводу создания двух независимых суверенных государств это на мой взгляд и будет основой для решения кризиса каким бы тяжелым и острым он не был и не казался сегодня вот и все Владимир Владимирович не могу не доспросить раз уж пошла речь о границах а Украину мы в каких границах признаем вы знаете мы всегда признавали границу границы Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза но обращаю ваше внимание на то что в декларации о независимости Украины написано и Россия это поддержала значится что Украина является нейтральным государством но затем и на этой базе мы признавали и границы но позднее как известно украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в организацию североатлантического договора а мы так не договаривались это во первых во вторых во вторых мы никогда и нигде не поддерживаем никаких государственных переворотов не поддерживаем его и на Украине мы понимаем и поддерживаем людей которые с этим госпереворотом не согласились и признаем их право защищать свои интересы у меня уже неоднократно состоялась дискуссия с генеральным секретарем ООН и я здесь секрета нет я думаю что он на меня тоже сердиться не будет он поддерживает тех которые говорят о том что значит мы нарушили нормы и принципы международного права устава ООН что мы начали боевые действия на Украине я уже говорил ну воспользуюсь пожалуйста вашим вопросом повторю еще раз логику нашего наших действий смотрите если в соответствии со статьей первой по моему уставу ООН каждая каждый народ имеет право на самоопределение то и люди которые проживают в Крыму и люди которые проживают на север на юго-востоке Украины не согласившиеся с госпереворотом а это незаконный антиконституционный акт имеют право на самоопределение так так международный суд ООН в отношении Косово принял решение анализируя ситуацию вокруг Косово принял решение что какая-то территория объявляя о своей самостоятельности не должна не обязана спрашивать мнение и разрешение центральных властей страны в которую эта территория на данный момент входит на момент принятия решения так конечно так потому что это решение международного суда ООН значит и вот эти территории включая Новороссию и Донбасс имели право принять решение о своем суверенитете так ну конечно так это полностью соответствует сегодняшнему международному праву и уставу ООН если это так то мы имели право заключить с этими новыми государствами соответствующие межгосударственные соглашения так ну конечно так мы это сделали сделали в эти договоры включаются положения взаимопомощи мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства а затем эти государства вновь образованные обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров мы имели возможности и обязаны были это сделать что мы сделали пытаясь прекратить боевые действия начатые киевским режимом в 2014 году мы не начинали никакой ни интервенции ни агрессии а мы пытаемся прекратить ее вот генеральный секретарь все это выслушал кивал молча ну да ну да хорошо но все равно ты напал вот я не шучу это прям слово слово но рациональный ответ это нет где в этой цепочке ошибка что я сказал не так где мы нарушили международное право эстафон да нигде нет этих нарушений а если это так то граница украина должна проходить в соответствии с решениями с суверенными решениями людей которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями вот все зависит от динамики происходящих событий вернуться к первому звену вашей цепочки да можно ли так понимать что когда будет нейтралитет тогда про границы поговорим если нейтралитета не будет то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между россии и украины почему потому что это значит что украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках и во вред интересам российской федерации таким таким образом базовых условий для нормализации отношений создано не будет и ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию нам бы очень хотелось этого избежать напротив мы настроены как раз на то чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы украина в конце концов стала независимым суверенным государством а не была инструментом в руках в третьих стран и не использовалась бы в их интересах вот смотрите что сейчас ну скажем происходит на линии боевого соприкосновения или скажем в Курской области вот они зашли в Курскую область ну потери колоссальные больше за три месяца боевых действий потери больше чем за весь прошлый год у киевского режима свыше 30 тысяч ну танков меньше потеряли сейчас где-то около двухсот а в прошлом году за весь год потеряли там 240 по-моему зато других просто меньше танков стало вот и потери меньше меньше используют значит а почему они там сидят неся такие потери да потому что приказано приказано из океана любой ценой именно любой ценой держаться хотя бы до выборов чтобы показать что все усилия демократической администрации администрации демпартии на киевском направлении на украинском направлении были не напрасными держаться во что бы то ни стало любой ценой вот эта цена ужасная трагедия считаю и для украинского народа и для украинской армии и решения не продиктованы не военными соображениями если по-честному сказать а соображением политического характера вот сейчас на некоторых направлениях на купянском направлении ну вот не знаю говорили это военные или нет пока еще да для меня значит ну там два очага блокирования в одном очаге практически окружение там войска украинские прижаты к водохранилищу где-то около 10 тысяч группировка заблокирована в другом подкупянском там около 5 тысяч в окружении уже находится пытаются навести понтонные переправы для того чтобы частично выкрыться хотя бы но наша артиллерия их мгновенно уничтожает на направлении значит в зоне ответственности нашей группы центр там тоже уже два-три участка блокирования ну два точно наверное будет скоро и третий вот это же все военные это видят украинские а решение принимается на политическом уровне вот не в интересах ни украинского государства и тем более украинского народа если это будет продолжаться бесконечно то конечно это не приведет к созданию благоприятных условий для восстановления восстановления мира спокойствия и и сотрудничества между соседними государствами на на длительную историческую перспективу а именно к этому мы и должны стремиться именно к этому и стремиться россия поэтому мы и говорим мы готовы к мирным переговорам но только не на базе каких-то хотелок название которых меняется значит от месяца к месяцу а на на базе реалий которые складываются и на основе договоренностей которые были достигнуты в Стамбуле на базе ну исходя из реалий сегодняшнего дня но только речь должна идти не о перемирии как бы на полчаса или на 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 полгода для того чтобы снарядов им подкатили а для того чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений сотрудничества будущего в интересах двух народов которые безусловно являются братскими какими как бы это не осложнялось риторика сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях между Россией и Украиной поэтому вот наша позиция она понятна ясна мы будем в этом направлении действовать будем двигаться в этом направлении Кариев господин президент во свете чудовищного геноцида который сейчас разворачивается в Палестине поддержала ли бы Россия помогла ли бы она международному сообществу вновь поддержать инициативу по криминализации сионизма такая инициатива была в ООН в 80-е годы объявить сионизм преступным и во вторых господин президент вы говорили об олимпийских играх говорили о женских о боксерах женщинах я думаю что речь идет о балжирском боксере это женщина ее отец говорит что она женщина у нас очень консервативное общество и ничего подобного в нашей стране не могу бы произойти спасибо вы знаете если она женщина до эпохи здоровья и новых спортивных достижений тогда я говорил не о ней я говорил о том что невозможно невозможна ситуация когда кто-то объявляет себя женщиной и выходит с женщинами соревноваться хотя прошу прощения хотя внешние половые признаки говорят о другом но 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 некоторые теоретики спорта полагают что внешние половые признаки здесь ни при чем вот так вот человек объявил себя женщиной и вперед значит так можно дойти до чего угодно понимаете это первое второе по поводу сионизма я понимаю много раз об этом говорил говорил о том что любые действия они должны быть с размерами соразмерной угрозе и и тому что происходит с другой стороны мы безусловно осуждаем любые проявления терроризма нападение на Израиль это проявление но 7 октября да это произошло вот но но конечно ответ должен быть соразмерным вы знаете сейчас нужно стремиться к тому чтобы свести к минимуму к нулю страдания палестинского народа надо прекратить немедленно там боевые действия надо сделать все для того чтобы и Израиль и Палестина в данном случае Хамас договорились об этом можно насколько угодно обострять обвинять значит осуждать но сейчас самое главное прекратить боевые действия немедленно вот Израиль ведет там боевые действия да и казалось бы уже там негде воевать но боевые действия продолжаются вооруженные формирования того же Хамас они воюют ну и как долго это может продолжаться или вот на юге Ливана 63 тысячи по моему группировка по нашим представлениям стоит в южную часть Ливана зашли войска но основная группировка стоит на границе нельзя доводить и там до трагедии надо искать пути к тому чтобы найти взаимоприемлемые решения вопрос они вообще есть это возможно я я считаю что да возможно как это не покажется странно и у нас есть даже свои соображения на этот счет мы пытаемся даже разговаривать со всеми участниками этого конфликта пытаемся вот буквально со всеми если не каждый день то каждую неделю давайте попробуем идти по этому пути я очень боюсь хоть что-то разрушить из тех усилий которые мы сейчас прилагаем не мы одни мы и с некоторыми нашими ну так скажем партнерами тоже в контакте по этому вопросу и общее желание мне кажется я говорю искренне то есть не кажется я говорю искренне но кажется что здесь в правильном направлении движемся у меня такое чувство что на сегодняшний день уже практически все вовлеченные в этот тяжелый процесс участники они все уже не хотят как минимум не хотят дальнейшего развития в сторону конфронтации а наоборот тоже думают о том как выйти на какие-то договоренности вот давайте об этом сейчас будем хорошо вадим и мы работаем над этим это как не покажется странно у нас у самих конфликт с украиной но поскольку к нам тоже обращаются многие участники конфликта с этими идеями с предложениями мы а мы в естественном контакте со всеми то мы на этом треке тоже стараемся как-то внести свой так скажем аккуратно и скромно посильный вклад в решение этих проблем у вас раньше были очень хорошие личные отношения не там они сохранились я стараюсь стараюсь ничего не портить только все улучшать но сегодняшние условия они своеобразные очень что там говорите они накладывают отпечаток на все в том числе и наше даже у меня и с макроном были хорошие отношения что плохие я и с шульцем разговаривал но в какой-то момент они решили что этому не нужно ну не нужно значит не нужно я уже говорил у меня и с трампа были нормальные отношения не знаю сейчас он хочет не хочет разговаривать я и с байденом был в нормальных отношениях мы с ним встречались в швейцарии общались по телефону разговаривали созванивались шутили смеялись можно я дам слово он у нас главный представитель немецкого языка кто это Роджер Кепель из Швейцарии пожалуйста это свитердойч ну да он может и хох тоже большое спасибо господин Лукьянов господин президент это был действительно выдающийся вечер я никогда не видел лидера вашего масштаба который так долго общался бы со всеми так поздно и так долго поздравляю вас потрясающе тем не менее я хочу подвергнуть вопросу ваш термин коллективный запад возможно я часть коллективного запада но я его не считаю себя частью какого-либо коллектива я не вижу коллективного запада но я вижу группу политиков с растущим количеством проблем мы видим правительство которые на последнем издыхании мы видим кризис руководства саммиты который проводился в Вене с бывшим канцлером Шрёдерем и премьер-министром Орбаном господин Шрёдер был последним хранителем стратегической автономии Европы как вы сами знаете было интересно потому что я видел что был значительный интерес к такого рода мероприятиям мне показалось что идут тектонические сдвиги в Европе меняется ландшафт и вот здесь я позволю покритиковать вас с большой властью приходит большая ответственность и мне кажется что вы отказываетесь от коммуникации с более широкой публикой в Западной Европе во всей Европе немецкоговорящей части Европы потому что вы как человек как президент как политик представляющий вашу страну вы крайне важны крайне важная тема в политике если бы вы общались если бы вы поощряли этих людей то это имело бы свое воздействие без вмешательства в выборы но это бы помогло привести к переменам которые многие люди в Европе хотят мой вопрос разделяете ли вы такой взгляд и были бы вы готовы дать интервью независимым журналистам не буду называть конкретные конечно имена вы знаете я вы вспомнили про господина Шрёдера у меня с ним очень добрые личные отношения были и есть он удивительный человек для современного европейского политического класса я говорю вот без всякой иронии без всякого преувеличения удивительный почему потому что у него есть свое мнение и он его свободно формулирует вот когда начали портить отношения с Россией он не побоялся их эти свои позиции формулировать публично их излагать вот смотрите а что его начали обвинять во всех смертных грехах я просто старался никак не вмешиваться ничего не комментировать ну что он делал вот что мы с ним сделали мы построили северный поток газ поставляли в Европу чего здесь плохого-то вот сейчас нет в Германии российского газа а последствия и вот наступившие тяжелые в том не только из-за этого но в том числе из-за этого и и вот сейчас вот мы сейчас пока не видим ничего что могло бы это все заменить я вот когда с нашими экспертами разговариваю просто вот сейчас я скажу да это не я говорил я только повторю что они сказали но но я не хочу никого обижать боже упаси так звучит конечно прозвучит не очень хорошо я все-таки спрашиваю у наших своих коллег у экспертов я говорю а вот чего в Европе не хватает вот сейчас ответа к мозгов вам не хватает вы знаете не потому что они глупы нет нет а потому что решения в сфере экономики принимаются политиками которые к экономике не имеют никакого отношения решения политизированные непросчитанные и не имеющие под собой реального обоснования это касается зеленой повестки благородная вещь борьба за климат ну конечно благородная это нас всех настораживает да некоторых пугает но специально пугать чтобы потом протаскивать решения которые нереализуемы но это же не честно по отношению к избирателям ну не честно просто вот зеленая повестка хороша да хороша нужны новые инструменты технологии нужно а можно ли прожить вот такой экономики как Германия на исключительно новых технологиях зеленых ну невозможно сокращать их тогда объемы экономики или вернуться к угольной генерации как сейчас происходит во многих европейских странах в том числе и в федеративной республике вот под давлением раскачали общественное мнение напугали людей взяли значит убрали значит атомную генерацию потом угольную потом и газ не нужен потом несколько одумались газ мы туда начали поставить по разным каналам вот Шрёдер это делал он делал это не в интересах российской федерации не потому что нам создал условия для продаж и получения какой-то экономической выгоды он делал это исключительно в интересах немецкого народа и боролся там за значит за то чтобы наилучшие условия были этих поставок там и создание этих инфраструктурных возможностей и судя потому что происходит в немецкой экономике после того как эти возможности утрачены результат его работы был очень хорош вот теперь мы видим этого нет а вот результат но он то это делал он принимал решения совсем не популярные с точки зрения внутренней экономической политики рисковал своей политической карьерой и делал это сознательно нужно было просто принимать решения не очень популярные в сфере сокращения социальных расходов и так далее но с экономической точки зрения это было совершенно необходимо он знал что это повлечет неблагоприятные для него политические последствия но он все равно на это пошел он знаете он человек который ну принимает решения не в своих интересах а в интересах Германии ну также выстроил отношения во внешней политике вот вспомним события в Ираке он был против американской интервенции туда прямо об этом публично говорил так же как и Шарак ну в чем вызвал конечно неудовольствие тех кто думал иначе и тех кто командовал там из-за океана ну в конце концов оказался значит неудил он очень порядочный человек и последовательный таких немного есть в Европе такие люди но их совсем немного по пальцам пересчитать на одной руке будет достаточно поэтому но ну вы знаете я думаю что это все равно будет в Европе происходить потому что потому что ну люди же видят что происходит в реальной жизни если увеличивается разрыв между называемыми правящими элитами которые в силу самых различных причин вынуждены не отхожу так вынуждены даже ориентироваться на чужие интересы и основное массовое население мы видим это и рост национально ориентированных политических сил растет и будет расти значит по поводу того что вот я как вы сказали уклоняюсь от общения с широкой аудиторией в Европе ну вы знаете я считаю некорректно обращаться напрямую к населению тех стран руководство которых придает нас анафеме и слушать ничего не хочет никаких аргументов не хочет слушать но можно там у нас работают соответствующие структуры их тоже зажимают несмотря на декларируемое свободу слова ну нам же нашим журналистам не дают же работать нигде ни в Европе ни в Штатах все закрывают придумывают кучу кучу сложностей вот Маргариту спросите она вам расскажет как с ними поступать и с их и с их журналистами а у нас всего-то одной одна точка опоры там Russia Today ничего нет у нас же не разветвленная система не так как у англосаксов там мировые СМИ у нас же их нет но и это стараются закрыть и этого боятся значит ну пожалуйста я ну открыт насколько это возможно вот вы знаете с Такером Карлсом встречался там время от времени контакты происходят с журналистами западными пожалуйста ну просто прямо уж туда обращаться реакция-то какая нездоровая на любое слово там поток сознания начинается нынешнего избранного президента помните как его обвиняли в связях с Россией потом уже провели слушание в Конгрессе комиссию создали по расследованию связи его с Россией ничего нет так не было ничего поэтому и нет ничего не доказали ничего нет и все равно с энергией значит невообразимой которой можно обмануть лучшее применение до последнего момента чуть ли не использовали это мнимые связи с Россией чушь собачья мне не хочется никому создавать проблем поэтому это вот третье и четвертое вы знаете все процессы которые в той или другой стране они должны происходить внутри страны так и будет происходить вот и вот эти национально ориентированные политические силы они будут расти не потому что я что-то говорю там нашим единомышленникам в Европе а таких много и в Штатах много таких единомышленников а потому что это диктуется законами внутреннего развития общества это самая прочная основа будущих изменений они будут наверняка все Владимир Владимирович последнее вот в западных ну закончим как-нибудь в западных комментариях постоянно встречается одна мысль вот недавно опять вчера что-ли встретил мысли есть уже хорошо уже есть да мысль очень хорошим мысль кстати со стороны тех кто как будто бы ну как бы позитивен так вот они пишут что ну с Путиным понятно ничего невозможно но Путин рано или поздно уйдет а вот тогда с Россией надо будет налаживать ее интегрировать обратно потому что она вернется на прежний путь вернется она на прежний путь значит Россия идет своим путем надеюсь она с пути следования своим национальным интересам не свернет но ее конечно же нужно интегрировать а мы от этого никогда не отказывались но мне бы не хотелось чтобы Россия вернулась на путь которым она шла до 2022 года как я уже говорил в своем выступлении а это был путь который был сопряжен такой скрытый завуалированные интервенции в отношении нашей страны направленной на подчинение ее так своим интересам каких-то других стран которые считали что они имеют на это право Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии и мне кажется что наш народ это самый простой народ простые граждане вот это осознали когда поняли что пытаются с нами сделать наши геополитические противники вы знаете я вот вся логика происходящих событий ведь она что показывает люди поняли что происходит поняли что пытались с нами сделать как бы красиво это не выглядело и как бы нам покровительство покровительство не похлопывали по плечу именно с этим связана такая необычная я бы сказал даже консолидация российского общества именно с пониманием в чем заключаются кардинальные стратегические интересы страны в укреплении независимости самостоятельности суверенитета вот в ходе предвыборной нашей президентской кампании помню особенно так не было времени следить за всем смотрел включил телевизор иностранный корреспондент какой-то кстати иностранный не помню какого какой подошел на улице к мужчине в Белгородской области в Белгороде можно наверное в архивах найти этот эпизод и спрашивает вы куда он говорит на избирательный участок но это же опасно дрона могут прилететь это там можно пострадать зачем идете почему вы не боитесь ответ был очень коротким это такой же мужчина так в средних лет он повернулся к нему посмотрел так сурово я русский и пошел так мог бы ответить представитель любого этноса российской федерации сегодня и из Поволжья я сейчас не хочу кого-то конкретно называть потому что всех не перечислили у нас 190 этносов из севера российской федерации из северного кавказа отовсюду потому что сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию что такое суверенитет для нашей страны это одно из ключевых жизненно необходимых основ развития России и ее существования в будущем спасибо вам большое спасибо Владимир Владимирович спасибо спасибо большое вам и нашему ведущему благодарю вас спасибо 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 Продолжение следует...